Состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса читательского рейтинга газеты «Заря Кубани» «Персона года-2013». Мероприятие прошло в Центре развития творчества детей и юношества. По традиции, среди номинантов люди, отличившиеся в труде, творчестве, спорте, просто добрые, отзывчивые и милосердные жители города и района. Но самое главное – заслужившие признание и доверие земляков. С подробностями мои коллеги. Весь год читатели района и газеты в своих письмах, телефонных звонках рассказывали о славянцах, которые, по их мнению, внесли значительный вклад в развитие нашей малой родины. Представители власти, работники культуры, общественные деятели, спортсмены – в списке номинантов 18 человек. Мне очень приятно, что это люди все узнаваемые, все люди, которые трудятся на благо родного города, на благо родного района. Они, кажется, побеждают и в наших каких-то конкурсах, принимают активное участие в жизни города и района. Поэтому мне очень приятно, что сегодня будет у нас такая возможность пожать каждому из вас руки. Я считаю, это правильно – чествовать лучших людей города и района, чтобы наши жители видели и равнялись на тех передвигов производства, которые сегодня есть. Конкурс «Персона года» проводится с 2005 года. За это время он стал по-настоящему народным, ведь победителей конкурса определяют читатели газеты. Как заверил главный редактор Владимир Дейнега, выбирать «Персону года» вместе с читателями стало доброй традицией. Выбор у вас большой – читать прессу, смотреть телевидение, слушать радио. Но вот с такой богатой историей, через два года 85 лет, у нас одно издание. И мы очень гордимся, журналисты Зарикубани, что мы работаем именно в этой газете. Одним из тех, кто в этом году был удостоен звания «Персона года», стал настоятель Свято-Тихоновского храма «Отец Роман». Эту награду он считает очень важной, так как она является стимулом для дальнейшей работы на благо жителей. Курс очень нужный, очень правильный, потому что она раскрывает все области общественной и социальной деятельности нашего района. И задействованы здесь люди разных возрастов, разных социальных уровней, разных занятий. Это очень важно, потому что люди, читатели газеты, знакомятся с людьми, которые, может быть, известны только в данном поселении местном, но они должны знать все. «Персона года 2013» – это голос народа, объективная оценка славянцев, ну а для обладателей почетных дипломов признание земляков – высшая награда. «Номинации «Персона года 2013» я ее расцениваю как оценку того, что мы сделали совместными усилиями с нашими избирателями, с депутатами, администрацией района. Да, это оценка нашего совместного труда, оценка нашего взаимодействия». Также в этот день подвели итоги творческого конкурса имени Николая Заболотного, объявленного в газете «Зари Кубани». Символично, что награду имени заслуженного журналиста и заслуженного работника культуры Кубани получил нынешний ее корреспондент Андрей Селенко.